В Кито началось 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 На улице Дождь идет Причем довольно Сильный дождь Такой вот Новый год У Квадори Но с салютом В Кито началось В Кито началось Причем В Кито началось В Кито началось Мелочные Деньги Или что-то А сегодня 1 января 23-го года, и дети индейцы вышли просить мелочевку. Он машет ручкой. Это у них традиция такая, да? Или они все время так делают? Они все время так. А, все время здесь стоят? Нет, не все время, это первое. А, на первое число только стоят, да? Ага. Вон, опять кто-то подъехал, дают. Вон, с детьми выходят. Такая вот традиция у местных индейцев. А я думаю, что они сидят? Они, оказывается, денежку просят. Знаешь, как много-то вышло? Прям куча народа сидит. Зарабатывает сегодня. И просто смотрит, наверное, машины. Едем вдоль горных вершин Анды. Вот. Это не вулкан там, нет? Нет, это просто гора. Просто горные вершины. Едем по дороге, которая называется, Аллея Вулканов. Едем по дороге Аллеи Вулканов. Она, это панамериканская дорога, Е-35. Именно вот этот кусок от Кито, где-то 80 километров на юнку. Это называется Аллея Вулканов. Группа мотоциклистов куда-то едет. Я знаю, что-то продают в таких мешках больших сена, что ли? Или что-то может быть. Нет, и... Непонятно, что-то такое. Вулкан. Такие вот красивые места. Слева тюрьма. Находится для особо опасных преступников. Здесь пожизненные, наверное, бывают. Нет, у нас нет пожизненных. Нет, да? Нет. Максимум 45 лет. Сколько? 45, да, максимум. За умение, если вас, за что угодно максимум 45 лет. Ну, 45, тоже немало уже. Скорее всего, выйдешь и никогда уже не будешь убивать. Тюрьма такая. Большая тюрьма тоже. С вышками. Такая современная уже почти, да? Да, но хотя ей уже сколько лет? Наверное, 13-13 лет. И оттуда убежали еще. Убегали, да? Да, года два назад оттуда убежали человек 40-50. Убегались. Массовый побег какой-то. Да, 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 у нас у вас. Но это потом выяснилось, подумали, что это были очень большие деньги. Эти карты не заплатили людям. Тюрьма еще не купить. Там мороженое будет? А, да. Итак, здесь такая целая серия ларьков. Здесь рядом находится комбинат мороженого. Вот. Написано «Парадеро де Ясю». Рай какой-то, что ли, что это. Вот. Разные виды мороженого. Ларьки такие. Девочки стоят замахают. И вот мороженое купили шоколадное и простое. Будем пробовать. Вот мороженое. Шоколадное. Местное. Будем пробовать. Водянистое. Молока мало. Сейчас еще раз поем немножко. Покомментирую, но экономит на молоке, похоже. Используют эти пестициды, да, пестициды, больше всего. Даже удобрения они могут использовать нормальные, удобрения химикратов, но пестициды, конечно, еще нет. А что это такое здесь? Какие-то интересные статуи всякие? Ну да, мы здесь это индейское место, чистое, да, да. Вот этот костюм символизирует солнце. Это во время солнцестояния так танцуют. В этом костюме, да. Интересно, какая-то труба какая-то. Пи-жули какой-то. Пи-жули. А, Пи-жули. Ага. Пи-жули, да? Да, да, так называется. Это район, да? Да, это городок там. Парадеро, это рай, да? Нет, парадеро, это типа, это слово парар, это останавливаться. А, остановочка, да? Да. Парадеро, это там, где люди, ну водители останавливаются, кушают, то ли, там что-то. О, ясно. Да, че. Были, ну и так они были богатые, то есть, имели кучу бизнесов разных и так далее. Ну понятно, что кто-то, наверное, пострадал, работу потерял, но в масштабе он ушел, по-моему. Это все индейские поселения, да? Это все индейские уже, да. Дорогу 15 лет назад проложили. Здесь была грунтовка. Вот. Теперь хорошая дорога. Асфальтированная. Едем по серпантину. В какое место мы едем сейчас? Килотова. Кратер Мулкана Килотова. Какие-то белые собаки бегают. Собак много. Высота уже 3,700, может даже больше уже. Забираемся в горы. Вон поля выращивают на склонах индейца сельхозпродукцию какую-то. Продолжение следует...